Почти 15 миллиардов тенге потратят в этом году на развитие агропромышленного комплекса. Так, в регионе появятся три крупных картофелехранилища, увеличатся площади орошаемых земель и еще почти два десятка проектов будут реализованы по направлению животноводства и растениеводства. О развитии сельского хозяйства в регионе говорили в этот раз на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Подробности расскажет Антон Александров. В Бухаржираусском, Осакаровском и Шетском районах построят картофелехранилища общим объемом более 25 тысяч тонн. Между тем в Осакаровском и Абайском районах займутся восстановлением 732 гектаров орошаемых земель. На это дело потратят 3,5 миллиарда тенге. В Каркаролинском районе профинансируют проект по увеличению маточного поголовья крупного рогатого скота. Это 345 миллионов тенге вложений. А вот для поддержания простых жителей села в этом году запустили новую программу микрокредитования. Таким образом чиновники надеются помочь создать собственное дело и повысить доходы сельчан. В 2023 году на реализацию проекта Акиматом области выделено 52,4 миллиарда тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов. В том числе для Карагандинской области на текущий год выделено 3,4 миллиарда тенге. На сегодняшний день началась работа по приему заявок потенциальных заемщиков на получение микрокредитов. Выдача микрокредитов планируется по направлению животноводства, растеневодства, переработки и приобретения техники оборудования. Кредиты будут выдаваться жителям села, имеющим юридическую регистрацию. При наличии залогового имущества взять можно будет до 8 миллионов 600 тысяч тенге на 7 лет под 2,5%. Для развития сельского животноводства у нас выделено около 800 миллионов тенге, предусмотрено. Для развития сферы растеневодства выделено 502 миллиона тенге, это 177 микрокредитов. А в сфере переработки почти миллиард тенге предусмотрено для выдачи 35 микрокредитов. Почти 19% жителей региона составляют сельчане. Развивать свое дело они смогут при помощи сельхозкооперации. Этот вариант хорошо зарекомендовал себя на юге Казахстана и теперь опыт распространяют по всей стране. В общем, на эти цели за 7 лет планируют потратить 1 триллион тенге, охватив при этом мерами занятости 1 миллион сельчан Казахстана. В итоге чиновники надеются создать 350 тысяч рабочих мест и вовлечь в сельхозкооперацию половину всех личных подсобных хозяйств. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал.